Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. Сегодня у нас в гостях историк, политолог, политик Виктор Степанюк. Добрый вечер! Добрый вечер! Молдова – страна непредсказуемая уже 25 лет. Вот мы стараемся, чтобы нас кто-то мог предсказать, а предсказать нас могут только наши партнеры западные на сегодняшний день, которые дают нам деньги. А вот политики наши остались на месте в своем развитии, в своем понимании действительности, которое усугубило различия между классом депутатским и классом обычных людей. Вот я так начал программу, потому что все, что происходит в Молдове, непосредственно касается вас, меня, наших близких, наших знакомых. пришло новое правительство, которое появилось очень быстро, скороспелка. И сразу начались популистские действия, чисто популистские. Это снижение цен на энергоресурсы, а также обещание светлого, веселого, конкретного будущего для каждого гражданина. Но реальность показала, мы получили счета за тепло, и разницу в целых мы не почувствовали. Почему так ведет себя правительство, которое себя обозначило как правительство новое, с новыми лицами? Ну, это довольно сложный вопрос. Почему сам ведет правительство? Правительство ведет себя, как мы, в принципе, граждане, и позволяем этому правительству себя вести. Что касается конкретного этого правительства, конкретных людей, надо сказать, что претензии к ним, они сейчас на этом этапе должны быть минимальными. Почему я так говорю? Я говорю это уже и как политик, и как политолог, потому что это все-таки новое правительство. Как оно поработает, какие там будут результаты, будет видно, как говорится, в течение определенного времени. Надо дать им, как говорят, шанс. С другой стороны, мы видим, кто формировал это правительство. В каких условиях было сформировано правительство. Что вообще происходит со страной? Вы не случайно затронули вопрос нашей 25-летней истории. А здесь проблемы очень и очень действительно сложные. Потому что большинство политологов, как я вижу, и в научных кругах, и среди специалистов, и политики, и населения, и региональные элиты, как мы говорим, они считают нынешнюю власть все-таки нелегитимной. То есть легальной, то есть с точки зрения Конституции и законодательства вроде все в порядке, но легитимность означает эффективность и авторитет перед народом. То есть авторитет этот на самом, я считаю, на самом нуле. И многие так говорят. Поэтому как разрешаются в принципе эти противоречия между легитимностью и легальностью? Обычно разрешаются через переговорный процесс, через протесты, иногда через бурные реформы или мы говорим даже революции и так далее. Поэтому вот это противостояние, которое было, особенно в течение 2015 года, мы заметили, я считаю, что в принципе это в рамках нормального политического процесса. Все произошло без насилия, противостояние было, слава богу, и с одной, и с другой стороны, пока обе стороны держали себя в определенных конституционных и демократических рамках. Но ситуация очень сложная, потому что парламент не обладает этой легитимностью. Вообще правящее большинство, особенно когда это большинство плавает, перебегает из партии в партию, ходят слухи, что их там купили и так далее. Поэтому власти сами должны быть заинтересованы идти на досрочные выборы, почистить себя, заполучить еще раз поддержку населения и все-таки обладать властью легитимно, имея поддержку. Я повторяю, и определенную поддержку со стороны гражданского общества, со стороны оппозиции, как мы говорим, оппозиция плохая-неплохая, конструктивная-неконструктивная, но они должны признать, что есть определенные уровни не только легальности, но и легитимности. В данном случае это не произошло. И, как я понимаю, не происходит, потому что будущее развитие нашей страны и что будет с этой страной с точки зрения большой геополитики, тревожит, как я понимаю, некоторых западных партнеров. Особенно западных партнеров. И не случайно, наверное, вот эти определенные заявления, которые были со стороны великих, или, как мы говорим, очень важных авторитетных политиков Запада, в том числе американских, что вам, конечно, надо вроде и помириться, надо и посмотреть, надо дать шанс. С одной стороны, вроде надо и протестовать жестко, но с другой стороны, понять, чтобы здесь не стало хуже. То есть, нас испугали, что в каком-то смысле может быть даже и хуже, чем сейчас. И вот в этих условиях, вы правильно отметили, новое правительство начало работать, и ситуация экономическая же действительно катастрофическая. Это уже очевидно, очевидно. И мы замечаем это и по ценам на рынке, цены в магазине, тарифы. И, конечно, работа самой экономики. Сам факт, что власти сейчас добиваются срочного заключения договоров с Международным валютным фондом и с Всемирным банком. Деньги с Румынии пока не приходят и не придут, как мы понимаем. И ситуация властей не такая уже, как говорится, хорошая в этом смысле, что они будут искать сейчас деньги. Нормальное профессиональное правительство. Нормальный политический класс. Когда мы говорим о нормальности, мы имеем в виду договороспособный. Вы красиво говорите, вот именно как историк. Видимо, основываясь... Не только как историк. Я здесь живу, как и вы. Я тоже переживаю. Мы переживаем один момент. Я уже сказал, и вы, и я. Но когда мы говорим о новом правительстве и новых действиях в экономике, то правительство у нас с новыми лицами не появилось, кроме премьер-министра и некоторых министров. Те же старые оставились. С тем же грузом, мягко скажут, дорогие телезрители, ошибок. Особенно господин Шалару, который умудряется своими заявлениями, например, расколоть национальную армию, который утверждает то, что не должен утверждать министр обороны, следуя политике либеральной партии. Кто-то должен его остановить. Ну, вчера у меня был начальник главного штаба. Мы поговорили на эту тему. И многое открылось. Вы представляете, действующего генерала, чтобы пригласить сюда на программу. Я почему? Здесь многие министры, которые есть, они уже были во власти. Были во власти. Веры нет. Оторванность от народа или от гражданского протеста, который существует, он пошел по пути игнорирования мнения большинства, части народа, которые считают. Например, власть считает, что это часть народа и малая часть. Западные партнеры, которые говорят, что они ратуют за стабильность в Молдове. Я с ними полностью согласен. Но когда стабильность жизнется на том, что есть условия сохранения во власти людей, которые дискредитировали себя, это уже грань перехода от той мнимой стабильности, которую нам утверждают западные партнеры, в активную форму нестабильности. При котором состояние гражданского общества жизнется на понимании, кто кого. Почему я сказал историк? Я очень уважаю историю. Я вас уважаю. Очень. Организовалась сейчас еще одна. Была какая-то гражданский форум, что-то такое. Организовалась, потом переименовали Свату Церри. Хотите, не хотите, но читая исторические документы, я вспомнил, чем закончилась Свата Церри в 2018 году. И вы знаете, как историки говорят, история это спираль, она раскручивается, а потом сжимается и приходим на то же место, но еще с худшими результатами. Я не мрачный ведущий, я не мрачный ведущий, но я не вижу того волевого решения правительства, которое бы не расходилось с тем, что они декларируют. Даже в первые дни. Вот вы, человек, политик, вы знаете изнутри кухню, вы знаете всех политиков здесь, новых для вас нет, но вам не расскажут, не покажут. Вы знаете, где поверить, где просто промолчать, а где возмутиться, да? Вот скажите, пожалуйста, зачем им надо еще три года тащить на себе проблемы республики или, вышесказанное вами, провести досрочные выборы, если они чисты и честны перед народом? По их заявлению. Вы меня спровоцировали. Да. Я сейчас буду говорить как политик. Скажите. Как политик я хочу этих людей, это правительство, эту власть отправить в отставку. Они заслужили по полной катушке, как мы говорим простым языком, чтобы понял народ, по полной катушке они заслужили. Их нужно отправить в отставку. Наверное, кого-то, на кого-то нужно открыть уголовные дела. Здесь фактура есть, как говорят специалисты. Однако давайте мы как граждане с вами, как люди, которые тоже, как говорится, в политике несвежие. Да. Я вас знаю давно, вы меня знаете давно. 25 лет мы в этой активной политике. Но в первую очередь как гражданин. Власть берется. Власть получает на выборах. Власть получает во время большого противостояния. Власть берут все-таки. Берут. В данном случае, я не хотел это сказать, потому что меня услышит оппозиция. Я вижу слабую эту оппозицию. И при слабой оппозиции невозможно эту власть отправить просто так на досрочный выбор. Вы правы, зачем им это надо. Но им сейчас надо, наверное, они надеются еще в течение двух-трех лет, вроде исправить положение, вроде народ забудет, вроде мы попытаемся что-то делать. Кроме этого, я повторяю, есть некоторые сценарии геополитические. Они, мы не знаем, мы только можем предположить вариант первый, второй, третий и так далее. В каких-то кругах об этом говорят. Но, как государственник, как человек, который хочет, чтобы это государство, я знаю, что большинство народа хочет, чтобы мы жили в своей родной Молдове. Чтобы эта страна развивалась, чтобы эта страна имела молодежь, рабочие места, будущее, модернизация. Эта страна имеет шанс, между прочим, сегодня день нашего принятия в Организацию Объединенных Наций, 2 марта 1992 года. И начало активной фазы Приднестровского конфликта. Это, как говорится, второе. Это случилось одновременно. Но, как событие историческое, это очень важно. То есть, нам дали шанс стать государством, в нас поверили, нам доверили, доверили этой нации. Есть такая нация, есть молдаване. Вот, пускай они создадут государство, пускай они ее, значит, развивают. Лидеры политические, как я вижу, еще не справились с этой задачей. Но мы не можем поставить последнюю точку. Последнюю точку все равно поставит народ. Если народ хочет, чтобы это государство развивалось, он все-таки, в конце концов, разберется, кто есть кто. Кому можно доверить. Это иногда происходит, как вы сказали, на следующих фазах. Когда наступит эта следующая фаза, это может быть и через 10 лет, и через 15. Есть страны мощнейшие сегодня в мире, которые по 2-3 века лежали в руинах. Притом с древней цивилизацией. Я не буду упоминать эту страну. Все прекрасно знают. Все знают. Поэтому, шанс у нашего государства есть. У наших политических элит есть. С другой стороны, они должны, имея совесть, посмотреть, что они все-таки натворили в течение 25 лет. И прошлое, и особенно нынешнее. Потому что такого воровства и такого наглого отношения, идиотского отношения к населению, к народу, к населению, у нас за 25 лет все-таки не было. Если даже много было нарушений и даже преступлений и так далее, но они все-таки проводились, где-то делались из-под тяжка. Здесь же многое делается нагло и на виду. Поэтому, что касается населения, что касается оппозиции, что касается властей и что касается наших внешних партнеров. Нам всем надо научиться. Есть чему научиться. Научило нас жить, что не просто так надо доверять политике. То есть, не надо становиться наивными. Не надо себя обманывать. Внешние партнеры хвалили нашу власть последние 6 лет. Пускай они на себя посмотрят, что они своей поддержкой натворили в этой стране. Если дошло до того, что сами власти воруют из государственной казны миллиарды. И в какой стране это происходит при международной поддержке. Насчет оппозиции мы не видим реально сейчас в течение 2016 года, вот я смотрю, 2,5 месяца, 3. И я не понимаю, что делает оппозиция. Хотя я сам переживаю за эту оппозицию. Мы там тоже включены в определенные группы и вроде поддерживаем. Но кто-то решил все-таки это протестное движение пустить на, ну не знаю, на что. Заблокировали. Не заблокировали. Пустили по другому руслу. Пустили по другому руслу. Можно так говорить. Можно так говорить. Хотя я сегодня не готов перед камерой очень ясно развивать эту тему. Я считаю, что еще есть возможность это все остановить и организовать. Но какие-то очень интересные пошли, как говорится, русла и какие-то очень непонятные дороги. Наши эти лидеры. Три лидера, несколько лидеров и так далее. Это значит, что нам нужна перегруппировка сил. И другого. Вы человек военный, знаете это. Перегруппировка сил. Другого нет. Надо все-таки есть в обществе и другие, как говорится, силы. Есть в обществе и другие, то что мы говорим, политическая оппозиция. Если мы не готовы сегодня, это будет подготовка будет. Эта готовность нужно организовать на завтра. Но другого просто выхода нет. Я еще надеюсь. Вот. Готовится все-таки выбор президента. Очень сложно будет в этом году находить деньги для того, чтобы поддержать государственный бюджет и поддержать бюджетников и так далее. За это, и вы правильно отметили, что очень большие слои населения, они очень недовольны. И протестное движение может быть уже и без этих лидеров. А может стихийно быть? Стихийно и неконтролируемо. Что самое опасное? Что оно может быть взрывным. Оно может взорваться буквально как вспышка, как восстание. И это опасно, когда лидеры не понимают этой сложности. С другой стороны, я понимаю, что и у властей, и у оппозиции должно быть довольно логики и самообладание для того, чтобы пустить по правильному конституционному. И чтобы вопрос легитимности был разрешен. Нам нужна власть легитимная, эффективная. Нынешнее правительство, вы правильно отметили, большая часть это старые лица. И кроме этого, где у них политическая поддержка? У них политическая поддержка в нынешнем нелегитимном парламенте. Мы знаем, кто там управляет этим всем. Мы знаем, что говорят о наших властях, об этом олигархическом строе, о захваченном государстве, о узурпации власти. И в этих условиях всегда у меня, как у оппозиционера, появляется вопрос. А где альтернатива? Вы знаете, как у оппозиционера. Можно вас поправить? Да. Даете мне право, да? Вы не оппозиционер. Вы гражданин нашей страны, который просто это все видит. Просто вы больше знаете. Но вы еще преподаете в институте. И вот смотрите, молодежь, которая имеет. Мы родили, да, уже второе поколение пошло. Граждан-циников, которые не доверяют. Так они берут с нас пример. Не доверяют просто. Они берут с нас пример. Да. С лидеров, с элит. Уже наивности нет. Конечно. Аж цинизм – это верхняя строчка достижения эмоций человека и восприятия действительности к существующей власти. Это значит сарказм, цинизм, недоверие. Даже слов нет. Потому что 5 лет обман, 10 лет обман, 15 лет обман. И пик обмана произошел тогда, когда власть просто не обращает внимания. Просто не обращает внимания. Я согласен. Но. Вы понимаете, что такое, в принципе, правящая элита? Правящая элита – это же происходное, это результат, в принципе, той работы, которая ведется в обществе, в семье. Это, как мы говорим, на молдавском языке говорят «спума». Не знаю. Спума означает… А, это «сливки» или «пенка». Сливки. Сливки общества. И это все, это результат нашей работы. Когда политики творят плохое, в первую очередь население и гражданское общество, и оппозиция должна посмотреть на себя. И сам народ. То есть нельзя сегодня поддерживать этих политиков и идти проголосовать за них. А завтра уже ходить по улицам и кричать и налево, и направо. Потому что они нас обманули, они не идиоты, они преступники. Потому что часть вины ты должен взять обязательно на себя. Вот у Маргарет Тэтчер есть прекрасная фраза. Когда ее начали обвинять, что вы постоянно нас обманываете. И вообще этот политический класс и систему нужно взорвать, и нужно изменить все. И она говорит приблизительно следующие слова. Мы не идеальны. Мы тоже пришли оттуда, с низов. И если ты сегодня не доверяешь ни мне, ни властям, ни политикам и так далее, флаг вам руки. Когда мастерант, которому приблизительно 24-25 лет, он приходит, он где-то работает, он уже больше понимает, чем 18 лет. И он такой же циник. И начинает, ну, вы, господин Сильпанёй, вы нас обучаете хорошим манерам, хорошему правильному побудению государственного служащего. Они же изучают публичное управление. И мы, конечно, учим, как модели есть. Франция, Германия, Япония, Соединенные Штаты и так далее. И в данном случае они говорят, да, но вы понимаете, если везде коррупция, если я буду получать какие-то 3 или 4 тысячи лей, я что, на этой зарплате буду? Безусловно, что если мне будут давать подарки и так далее, предложат, я же не могу отказаться. Так как же я могу? На меня посмотрят, как на дурака. И в этом смысле я понимаю, что эти ребята молодые, они же видят это всё плохое в обществе и видят, начиная... Ведь что такое воспитание, ещё Платон в своё время говорил? Это родители, это школа и это обязательно государство, то есть само общество. То есть здесь три компонента. И эти три компонента, когда он обвиняет общество, это он обвиняет лидеров из страны, руководства. Когда он обвиняет школу, он обвиняет нас с вами, потому что мы занимаемся воспитанием на каждом шагу. Между прочим, и на улице ходим, говорим, и как говорим, и как поступаем, и так далее. Как поступаем в магазине, как поступаем на стоянке, как поступаем на тротуаре, когда машины заполнили тротуары даже перед парламентом. Я спрашиваю сегодня, встретил одного депутата, я говорю, ребята, ну, всё-таки 6-7 лет назад этого не было. Как это перед Министерством сельского хозяйства, где находятся сами депутаты и комиссии работают, вы посмотрите, что делается на этом. И это последние 2-3 недели. Вот этот Пятачёв за вами просто. Вот так. Он так смотрит налево-направо, подходит к водителю, давайте, давайте. Водители, конечно, послушались в конце концов, но сам факт, что без моего обращения к нему, а потом его обращения к этому водителю, там порядок сегодня буквально вот 16 часов мы наводили таким образом. Вот это поведение, это поведение каждого из нас. Потом, когда мы говорим о семейном воспитании, что такое сегодня семья, где миллион человек отсутствует из страны. Где около 300 тысяч школьников сегодня воспитывается одним, значит, родителем или вообще бабушкой. Близким родственникам. Близким родственникам или бабушкой и дедушкой. В основном. И все мы должны понимать, и власти, и оппозиция, и родители, и гражданское общество, что общество очень больно, что нам общими усилиями можно эти вопросы разрешить. Протестное движение пошло как протест. С другой стороны, я постоянно, потом и у вас на передаче, и везде, мы должны находить эту грань, где мы выдвигаем требования, власти слушают, защищают себя каким-то образом. Но постоянно должен быть открыт столб переговоров. Должен прийти посредник, медиатор, я говорю на молдавском, посредник. И этот посредник должен нас успокоить. Я вам скажу, что вот в деле Петренко, между прочим, посредники приехали. Они говорят, ребята, они указывают властям, что-то вы творите в этом вопросе. И я знаю, что и по другим вопросам можно было организовать приезды этих посредников, особенно Совета Европы. Странным образом, что оппозиция тоже не очень использует, как говорится, этот метод разрешения конфликтов. С другой стороны, я могу привести вам огромное количество примеров исторических, когда в качестве медиатор, в качестве посредника приходят церковь, приходят бывшие президенты, авторитетные личности, элита интеллектуальная, это страна научная, которая приходит и говорит, слушайте, вы что хотите эту страну столкнуть в гражданской войне? Ведь мы, когда в условиях нищеты, бесправия, постоянного нарушения конституции, законодательства, деградации жизни, мы можем прийти к хаосу гражданской войны. Вы посмотрите, что делается на юге Украины. И нам этого надо бояться всем. На юге Востоке. Нам бояться надо. Нас пугают давно. Вы хорошо сказали, что должен быть посредник, медиатор. Это как, знаете, медиатор игры на гитаре. Он и есть. Это мы гитаристы используем. Это как раз палец, где нельзя использовать ногти. Так вот, к чему я говорю. Извините, что мы чуть-чуть ушли в сторону. Но заметьте, церковь принимает одну сторону властей. Академия наук, где находятся академики, заслуженные люди, не знаю, чем они заслужили, принимают одну сторону. Это кто мог внутри разрешить конфликт сторон и интересов и посадить силой, силой слова, силой морали, силой авторитета. Но, какой же это пример для молодежи? Не ей садятся. Они сразу говорят, мы за это, за власть, потому что она придет и сделает лучше. Веры нет. Но самое интересное. Парламент-то какой показательный у нас. Когда бегают стаями, забыв, что у них какие-то были моральные принципы. Вот вы ушли. Вы придерживаетесь тех же своих политических взглядов. Когда ушло 14 человек из коммунистической партии, я подумал, это большое количество людей, которые одновременно с решениями принятия эпохальных решений на сегодняшний день. В связи с тем, что протестное как раз было у нас движение такое на колено. Раз. И перестали уже верить в свои идеалы. И вот тут смотрят. Примеры же начинаются везде. Вот появление партии социалистов. Появление руководства партии демократов в виде господина Луб. И в недоумении. Так чему же вы нас учите, если вы сами не придерживаетесь? Норм обычной морали человеческой. Изменил взгляды. Уйди из политики, решай их посредством. Опять же, митингов, протестов, предложений. Выборов. Выборов. Идешь на выборы, да. Но как это возможно? Мы уйдем на рекламную паузу. Затем продолжим наш интересный разговор. Потому что тему морали или тему морали в политике уже не воспринимают как саму мораль. А воспринимают как СРЛ. Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза, коротенькая. И мы продолжаем нашу интересную беседу. У нас в гостях политик, политолог, историк. Ну, Виктор Степанюк, короче. Вот я остановился на том, какой пример подают наши депутаты, депутатский корпус, который именует себя политиками. При котором даже в странах с неразвитой политической системой люди стараются придерживаться норм морали и нравственности. А как можно назвать нравственность, если каждый второй депутат имеет дома за миллионы долларов построенные. При этом некоторые требуют, а дайте миллиард. А домик-то у него за полтора миллиона долларов. Второй миллионер кричит, а дайте миллиард. Или мы свернем эту власть, которая ворует. Власть отвечает, сами такие, только тихо. Просто не обращая внимания на все протестное движение. И вот мораль получается такова. Мы помним, как разрушили Римскую империю. И историки придерживаются того, что не варвары разрушили Римскую империю. А Римскую империю разрушила сама империя внутри себя. Где, между прочим, были демократические институты, которые переняли они или украли у греков в свое время римляне. А что ждет Молдова при такой-то хорошей, светлообещающей у нас впереди дороге нашим правительством, которое было у нас легитимным в течение 30 минут в ночное время. Потому что днем никак невозможно было. Извините, что я сарказмом таким говорю. Но иначе не скажешь, не покажешь, не объяснишь. А как жить, мне хочется узнать о тех людей, которые в политике давно. Которые знают, почему это произошло. Значит, вопрос о морали, я думаю, что его надо обсуждать, наверное, на какой-то отдельной передаче. А что касается уже, как говорится, нравственного, ценностного такого поведения каждого человека, наверное, надо согласиться с тем, что все-таки эти нормы морали, они все-таки различаются. Разные принципы, есть люди, которые могут переступить и совершить, потому что такое преступление, это значит переступить за определенную грань. То есть вот эти грани или границы этих граней, они у каждого человека, безусловно, отличаются. Когда-то вот в 18 веке было интересное, между некоторыми философами была интересная полемика относительно коммунизма, социализма, рыночного капитализма тогда уже и так далее. Что нравственнее. И, конечно, некоторые выводили из того, что, наверное, коммунизм нравственнее, но там будет постоянно нищета, а вот нам нужно найти строй такой, где, может быть, нравственности будет меньше, но будет больше богатства и вроде благосостояния. Так что вот этот спор, он остался. Когда ты соглашаешься с рыночной экономикой и с неконтролируемым экономическим либерализмом, ты должен понять, что норм морали там, наверное, как я понимаю, меньше. Во всяком случае, я как человек так считаю. Когда я соглашаюсь с социализмами и социал-демократией, я говорю, что здесь больше морали. И давайте вспомним мы с вами из того поколения, что мы все-таки не видели бедных, нищих на улицах страны. Все работали. А была статья за тунеядство. Нет, но кроме этого, все-таки желание работать и заработать именно честным трудом, оно было основным. Конечно, может быть, что боялись, конечно, и законов. Но, с другой стороны, тяга к благополучию, оно шло постоянно через труд, через серьезный, солидный труд физический, интеллектуальный и так далее. Я видел, как, и мы с вами видели, как строились наши города, села, как работали колхозы, совхозы и так далее. Сейчас мораль после 1991 года иногда не имеет значения, какими способами я заработал. Самое главное, что я хожу в красивом костуме, у меня хорошая машина, у меня там большой дом. И если у меня большой дом, этим я горжусь, потому что я вроде заработал. А вот какими методами я заработал, и что значит заработать в нынешнее время, обманул, украл, разворовал и так далее, и так далее, это уже очень часто не имеет значения. В некоторых цивилизациях, культурах, и сегодня это имеет значение. И идеологии то же самое проводят. Сейчас возвращаемся к практике нынешней власти, как говорится, к нынешнего политического класса. Этот класс родился при нынешней рыночной экономике за эти 25 лет. Каждый человек, не имея значения он либерал или коммунист, он хочет жить в определенных, как говорится, стандартах. Стандартов, в принципе, больше мы сейчас перенимаем с западной культуры. А там культура благосостояния, культура рыночной экономики, либерализма, и в том числе экономического либерализма и так далее. То есть эти модели для нас. То есть заработай, толкни обязательно в конкуренциях. Я победил, я тебя обманул, я могу контролировать полрынка или весь рынок. И вас 100 тысяч или 10 тысяч, мы выгоним из страны, мы закроем ваш бизнес, потому что вы умрете, ваше пространство там погибает и так далее. То есть и либерализм это допускает, и никакая конституция это не может запретить. Поэтому депутат стоит тоже перед этой дилеммой. Я знал депутатов, я хочу привести такие примеры. Я знал депутатов, которые они не посмели. Вот они пошли в правительство, стали министрами, но они не посмели разворовать. Вы знаете некоторые, где сейчас работают? В Москве работают. Простыми строителями, руководителем бригады стал. И этот человек зарабатывает себе честно. И он встречается со мной и говорит, Виктор, я не смог. Я спросил, как? Ты же способный, ты же должен остаться. Там слишком много грязи. Я не смог. Я пошел работать. Я знаю, что я здесь заработал честно. Я не обману человека, я сделаю ему качественно. Он доволен. Я ему дам дом под ключ, я заработал свои деньги, заплачу налоги. Я свободен. Я знаю, что честно зарабатываю. Мне не стыдно перед детьми. Другие люди же находят себе зарабатывать продажей голосов, продажей лицензий, продажей законов и всякого другого. Поэтому это наш выбор с вами, в том числе мы, как граждане, выбираем этих людей. Я всегда и говорю студентам, мне пришлось в 2000 году быть в Соединенных Штатах. И мы наблюдали, как работает демократическая партия на местах с первичными организациями. И что мне понравилось, что с одной стороны лидеры местные вообще все знают. Они знают, что здесь творится. Но когда они выдвигают своих будущих лидеров для штата и для страны, они обязательно смотрят на биографию. А что это человек? А как он вырастил? То есть невозможно в Америке управлять штатом большим и не иметь биографию. То есть просто так 25 лет там губернатором не станешь или мэром не станешь. Потому что у тебя должна быть элементарная. Или ты заработал в бизнесе, или ты руководил каким-то малым коллективом, был там руководителем больницы и так далее. То есть человек поднимается все-таки по заслугам. То есть есть... А у них вся система выборная. Меритократия. Судьи тоже выборные. Конечно. Заслужил доверие? Не везде, но эта система... В основном. В основном. Согласен. И у американцев есть чему поучиться. Мы их критикуем в международной политике. Да, там проблемы есть. Но в самом государственном устройстве, в вопросе воспитания, в том числе местного, в том числе гражданского воспитания, они молодцы. Помните несколько катастроф, которые были в американских городах и штатах? Наводнение одно другое. И многое, что возвращалось и восстанавливалось, это делалось за счет гражданского волонтариата. То есть мы говорим добровольного труда и добровольного участия. Способны мы, молдаване, которые прошли через советскую систему? Ведь в советской системе у нас это волонтариат тоже был очень разный. Какой дом строил рядом сосед, приходили чем помочь-то? И в нашей традиции молдавской, мы идем лак-лаке, мы помогаем ему, потому что это наш, это родственник. А еще говорят за помаду давать. Конечно. Это наш сосед, мы должны ему помочь, это будущий сосед, с ним надо иметь хорошее отношение. Давайте мы поможем ему в служебе. А сейчас этого нет. Потому что пришли другие отношения, в том числе моральные отношения, нравственные отношения. Но они связаны всегда с экономическими, это признается и на Западе. Раньше критиковали, говорят, это марксизм. Но они сами говорят, ну кто формирует сознание. В том числе экономические отношения признают великие американские, между прочим, сегодня политологи. Давайте не ходить в Америку. Давайте вернемся в Европу. Вот социал-демократическая докрина, которая применена в государствах, например. Мощнейшая. Мощнейшая Швеция. Да. Социализм, развитой социализм. Финляндия то же самое, Норвегия, даже Германия. Одни из богатейших стран Европы. При этом система, ну конечно колхозами не назовешь, но у них есть коллективные хозяйства. Кооперативное движение в Америке мощнейшее. И каждое движение, например, природа сыграла не так. Государство имеет фонд громаднейший, который сразу помогает им. Безвозмездно. Для того, чтобы иметь продовольственную независимость. Энергетическую независимость. И так далее, и тому подобное. Вообще, накопительный фонд в Норвегии. Копия Советский Союз. Копия. Мы и учились у Советского Союза. Надо сказать, соревнования. Вот это. Вот социал-демократическое. А в Молдове что? Вы поймите, дикий капитализм нам не прижился. Марса отвергают все. Да почитайте капитал. Бог-то мой. Его читали в Швеции, в Финляндии. Почти во всех странах Европы. Взяли лучшее и внедрили. Я не говорю, что капитал весь. По идеологии он не весь хорош. Но в области политической экономики. Нет, экономика там вообще сильнейшая. И как философ Маркс признается, вы понимаете, вот несмотря на то, что они его идеологически недолюбливают, то есть западные, надо сказать, там либералы и консерваторы. Но как философы они вынуждены прочитать, особенно его части, что касается отчуждения, что касается борьбы классов, они признают, что это реальность, что-то от жизни. Ничего не изменилось. Конечно. И вот здесь я все-таки возвращаюсь к Молдове. Примеров много. Европы и так далее. Я все-таки хочу сказать, вы как человек, вы наукой занимаетесь. История – это наука. И вот скажите, на что похожа сейчас политическая система в Молдове? Хоть приблизительно, только прошу вас, не говорите либеральное, не говорите демократическое. Я вас прошу. Или коммунистическое, или сессия. Какая она на сегодняшний день? Какое слово даст определение тому, что здесь происходит? Ну, я неоднократно говорил, это все-таки олигархическая такая мимикрия демократии. То есть, имитация демократии, но это полный контроль олигархии в принципе над всеми процессами. И политическими, и экономическими. Очень важно понять. То есть, нас это должно беспокоить. Я имею в виду нас, как каждого отдельного гражданина. Потому что в этих условиях, значит, демократии по-настоящему и защита прав человека никто не занимается. Наоборот, власти, то есть государство в данном случае будет все туже и туже, значит, давить против нас своими методами. Тогда наводящий вопрос. Наводящий. Экономика какая у нас? Вот как ее можно обозначить? Либеральная экономика? Да, это монополистическая экономика. Монополистическая. Монополистическая. Но я повторюсь. Одна из форм. Основная из форм. Самая низшая форма. Но с другой стороны, что за монополия? Ведь есть монополия государственная, есть монополия частная. А мы здесь говорим, олигархическая власть, значит, с полным контролем над экономикой со стороны этой олигархии. Получается, что экономика или самые главные сегменты, они монополизированы. То есть, подконтрольны политической власти. И в данном случае здесь говорить вообще о рыночной экономике очень сложно. Наш строй политический здесь и экономический можно сравнивать только со строями некоторых южноамериканских стран, где были полуфашистские режимы такие, олигархические. Их называли еще бананами республики. То есть, они постоянно зависели, постоянно от внешнего контроля и от внешних влияний. То есть, они были не самостоятельными государствами, они были полусуверенными. И нас, в принципе, уже довели до этого. Потому что, вы посмотрите, уже наши власти, в течение, я вот слежу где-то приблизительно с 98-го года, мы без внешних вливаний денежных, мы не можем. Любой премьер-министр следующий приходит. Когда вас назначают премьер-министром? Или я иду в избирательную кампанию? Я что же обещаю гражданину? Я говорю, слушайте, у меня команда, у меня программа, у меня такие специалисты, которые могут эту страну вывести из кризиса. То я с ним делаю основной акцент, что нам помогут. Америка нам поможет. Или Германия нам поможет. Я обязан говорить как суверенный политик этой страны. И обещать, что мы сами это все сделаем. Они, может быть, и помогут. Самое главное, чтобы не мешали. А мы можем восстановить эту страну. Но я замечаю, с 98-го года единственная власть, которая не говорила открыто, что нам помогут, это была власть коммунистов. Надо признать, Воронин и партия коммунистов 2001-2005 год. Хотя после 2005 года уже пошли элементы нам помогут, европейская интеграция. Мы получим, в Миллениум есть программа, мы сможем построить дороги с помощью Миллениума и так далее. Хотя меня это всегда удивляло. Я говорю, деньги дадут, но обязательно что-нибудь потребуют. А что они потребуют? Построительство военных баз или противостояние с Россией или противостояние какого-то... Противостояние с Россией. Зачем нам это надо? И президент Воронин знал после 2006 года, что в партии есть такая позиция анти этого Миллениума. Но, к сожалению, надо сказать, что она проводилась. Но самое страшное, как я понимаю, как гражданин в первую очередь, происходит после 2009 года. Потому что государство, в принципе, отдается под полный внешний контроль каких-то великих сил зарубежных. И это опасно для суверенитета страны и вообще для существования страны. Потому что это может быть уже зоной конфликта последующие десятилетия. Вообще конфликта. В том числе военного, военно-стратегического конфликта, геополитического и так далее. Где нами просто будут играть? Где уничтожат элиты? Я никого не хочу обвинять. Я понимаю, что нас могут смотреть сейчас и посол США, и послы другие, западные и восточные. Но, безусловно, что я переживаю за наших политиков, в том числе у власти. Вот мы огульно их обвиняем. Почему огульно обвиняем? У нас есть чем обвинять. Вы их не обвиняли. Согласен. Есть чем обвинять. Я говорю огульно, а на улице. Я не говорю в нашей передаче. Но, с другой стороны, я могу их понять где-то. Потому что некоторые попали в определенные капканы. Они шантажируемы. Значит, они управляемы. Они управляемы. Боюсь, чтобы это не случилось с оппозицией нашей. Потому что здесь мы будем... Я не хотел это говорить. А что вы не хотели говорить? Я не хотел это говорить, потому что я еще надеюсь, что мы не получили шило на мыло. В этом вопросе в том числе. Факты. Смотрите. Три раза уже какие-то протесты общенациональные переносятся. Обещания. Ну, заметьте. Есть. Я февраль смотрю. Вот. 20 февраля. Там так далее переносятся. Вы знаете? Я почему сказал в начале программы, в первой части, когда мы говорили, русло создали. Если большая волна или делают волнорезы, да, насыпают, или направляют в лагуну, где волна стихнет. Вот сейчас эта волна стихла. Это бриз. Маленький бриз. Это заявление оппозиции. Я смотрю, так красиво все начиналось, да. Красиво в каком смысле? Появилась надежда, вера в народ, что что-то возможно изменить. Что-то. Я не говорю все. Все никогда не изменишь. И тут месяц, второй, и вот пошло полностью на спад. Вы понимаете? Я никого сейчас не критикую из оппозиции. Я не могу поддерживать то, например, как гражданин, то, что меня лишило последней надежды. Вы сказали выборы легитимным путем прийти, законным путем, конституционным путем. Можно назвать как хочешь. Но если нет выборов, выборам альтернативы этой власти. Из чего выбирать? Когда вы сами сказали, есть сливки общества, которые называются элиты. Олигархический режим контролирует всю экономику, значит, ты контролируешь политическую систему. Значит, ты избирком контролируешь. Внедрение электронного подсчета, зная, как хакеры входят туда, можно решить очень быстро. Особенно с падением тех выборов. Вы понимаете, система села. И вот здесь у меня сидели зам нашего председателя ЦИКа. И вот он мне рассказывал, что это случайность. Это великолепно случайность. Просто случайность у нас происходит постоянно. Что не внедрение электронной системы, что внедрение своего человека на эти посты. И вот дайте надежду в этой программе хотя бы. Какое-то, вот вы лично на своем уме дайте какую-то надежду тем, кто нас смотрит в том, что мы что-то сможем изменить к лучшему. Пожалуйста, я вас прошу. Ой, я же не Господь Бог. Я тоже сомневаюсь, как и вы. Но, повторяю, уже с точки зрения моего и опыта, и как историк, я говорю, что ситуация не безнадежная. Есть нынешние лидеры, появятся завтра другие лидеры, в конце концов. Я повторяю, я еще надеюсь, что лидеры оппозиции, какие они есть, плохие, хорошие, но они есть, они показали в течение 2015 года, что могут организовать, что могут идти вперед, что могут быть во голове, что могут говорить, выдвигать. В принципе, говорить правильные вещи. Сейчас на них идет большое давление, я понимаю, я понимаю и знаю конкретно, что идет большое давление с разных сторон, в том числе со стороны западных партнеров, что очень важно. И они переживают, и я понимаю, почему они переживают, потому что, с одной стороны, вроде надо отправить эту власть в отставку, с другой стороны, без помощи западных партнеров невозможно будет восполнить бюджет, который почти гол и пуст. Не почти, а гол и пуст. И гол и пуст. И тогда им приходится сейчас искать, как говорится, другую середину. И не так просто это все делать. Кроме этого, надо признать, что ребята все-таки без, у них нет большого опыта. Я знаю господина Дадона и знаю и вижу на действия господина Усатова и смотрю на Андрея. То есть, с точки зрения опыта и с точки зрения тех политических технологий, которые используют, видно, что не все они знают. Или не хотят использовать. Кроме этого, безусловно, что возникает большой вопрос, почему они не идут на мощное объединение этих сил. Потому что можно объединить и другие силы. И они в обществе есть. Мы с вами говорили о том, что действительно власть захвачена, экономика контролируется и так далее. Но есть большой пласт нашего бизнеса, который сейчас работает и на Украине, и в Белоруссии, и в Румынии, и в России. То есть, бизнес ушел отсюда, но он где-то все-таки работает. И когда я говорю о патриотизме нашем молдавском, да, человек там живет, в том числе и в Румынии, и в России, но он постоянно с мыслями здесь. У меня есть такие люди, есть такие... Не только у меня, я думаю, у каждого из нас есть люди, которые... Они оставили эту страну последние 5-6-7 лет. Они оставили, потому что невозможно здесь развивать малый бизнес, средний бизнес, невозможно вообще в нынешних условиях коррупции. А надежда какова? А надежда, что они согласны вернуться. Больше того, я хочу вам сказать, что на примере других стран люди возвращаются иногда в свою страну в течение третьего-четвертого поколения. Они мигрировали, 30-40 лет живут в других местах, и только уже внуки возвращаются. Это Греция нынешняя, это Испания в свое время, это Италия. Поэтому надежда у меня есть. Самое красивое дело в Италии. Другое дело, что мы не можем сказать, что это случится завтра. И это случится без нашего участия. Мы должны очень ясно сказать нашему телезрителю, если он нас смотрит, что, безусловно, что это вопрос нашего политического участия, каждого. Должен думать. Ты хочешь жить в этой стране? Ты живи здесь. Мы все согласны жить. Дети твои, внуки твои. Ты связываешь это все, будущее их с этой страной. Поэтому действуй. Ищи лидеров. Ищи лидеров. Ищи нормальных людей в политике. Делай правильный выбор. Не руководствуй свои эмоции. Есть такая теория рационального выбора. Американцы ее используют. Используйте вы. Станьте прагматиками. Работайте на ваши интересы. Посмотрите сейчас. Уже подтверждается последний месяц, мне говорят специалисты. Запад, хотя и блокирует Россию. Блокирует экономически. Мы знаем это. Но пытается всеми силами через Беларусь, через Молдову, через Украину отправить товары все-таки в Россию. Притом нелегальными методами. Здесь происходит реэкспорт. В Беларуси уже сами белорусские специалисты признают, что выросла коррупция. В Беларуси в смысле, что одни страны, другие страны. То есть им рынок российский нужен. Сейчас я спрашиваю, с какой стати наши политики 2-3 года назад подписали договор об ассоциации. И полностью подчинили, можно сказать, нашу экономику уже западным этим меркам и этим квотам, как мы говорим. Когда то же самое и даже в 3-4 раза лучше можно было сохранить с Россией. Они испортили там отношения, а здесь ничего не получили. Потому что самые западные страны, Венгрия, Польша, Болгария, Чехия, Словакия и так далее, ищут выход на российские рынки. Великолепно. Только перечисленные страны насытили сельхозпродукцией свой рынок. У нас производитель сельхозпродукции бежит в Россию, при этом отдал рынок Турции. Да. Скажите, пожалуйста, это что, нормально? Это не нормально. Как нормально? Виноградчик, подходишь? Наш. Да. Извините, я вспоминаю, раньше на чердаке висели грозди, которые зиму переживали. Чуть ли не до мая месяца можно было грозди эту есть. Нет. Турецкие помидоры, турецкие яблоки, турецкий виноград, турецкие груши. Все турецкое. Вот здесь цинизм тоже наших производителей есть. Нет, не только производителей. А кого? Здесь, в первую очередь, идет о политиках. А какая политика? О публичных политиках, которые проводятся в этой области. Подожди. Видите, как крестьянин румынский, берем крестьянина румынского, польского и так далее. Он получает поддержку от государства. И без Европейского союза он получал больше. А сейчас в рамках Европейского союза они все-таки получают. Иногда получают такую помощь для того, чтобы вообще он ничего не производил. Вы приостановите немножко производство брынза, например. Перепроизводство. Перепроизводство. Потому что вот мы планируем. То есть там планирование идет. А здесь они нас. Что не надо вам планирование? И здесь, и в России, и на пространстве бывшего СССР. Политику поддержки малого бизнеса и вообще производства в экономике и промышленности у нас нет. Мы спустили это все на тормозах. У нас политики в этом. У нас в этой отрасли нет. Там очень большая коррупция. Там пришло огромное количество непрофессионалов. То есть людей, которые не разбираются. Людей, которые пришли на эти должности непонятно. Иногда с университетской скамьи или по предложению дяди или бабушки и так далее. Поэтому они не прошли всю вертикаль власти. Они не знают, как это все делать. И защищать рынки эти ребята не смогут. Повторяю. Многие уже говорят о том, как Молдова подписала этот договор об ассоциации. Почему мы не можем насыщить свой рынок сельхозпродукцией? Простой и обычный вопрос. Нет, рынок маленький. Почему? Он захвачен. Вот. Вот здесь давайте уточним. А кем он захвачен? Он захвачен не турками. Извините меня, пожалуйста. А нашими? Нашими, которые работают и зарабатывают в отношении... С турками. С турками. В том числе политиками. Уничтожая собственного производства. И в этом смысле министра, руководителя департамента, какого-то министерства, который это работает и провоцирует, и который это поддерживает, этих людей нужно выявлять и выгонять из вас. Этих людей надо судить. Прокуратура этими делами должна заниматься. Любая. В любой стране занимаются экономическими преступлениями. Вы покажите им на уровне... Самые тяжелые в сфере экономики. Конечно. Стратегически. Стратегически кто защищает нашу экономическую безопасность. Вот на этот вопрос. Кто? Кто? Это я вам задаю вопрос. Так вот, я повторяю. В законодательстве эти вопросы очень мало, значит, показаны. Очень они проявляются. Размытые. Размытые, да. Законодательство сделано в интересах этих людей. Определенной группы людей. Конечно. Эти люди давно проникли во власть. Еще во времена после 95-го, 6-го, 7-го. И иногда депутаты. Почему надо все-таки иметь специалистов? Почему мы говорим, что любая партия должна подбирать себе в команду хороших специалистов во всех отраслях? Потому что когда приходит депутатный специалист, любой министр его обманет. Его подведет. Постоянное вот это соревнование между парламентом и правительством. Обычно правительство, где бюрократы, где проводят свои там интересы, они всегда свою точку зрения толкнут. И в закон попадет именно эту точку зрения. Поэтому мы заметили. Я, например, как политик, уже хотя не являюсь экономистом, но уже как историк, зная, как другие страны защищали свои рынки. Я неоднократно говорил об этом. Притом на фракции. Еще был руководителем фракции 2004-2005. И надо сказать, что большая часть экономистов, коммунистов, Иван Петрович Калин, Николай Федорович Бондарчук, был Виктор Чубану, директор Института Академии Наук и директор экономии. К сожалению, умер. Там много людей. Да, умнейшие люди, которые постоянно призывали, но в правительстве пошли, что вот мы подписали договор Всемирной торговой организации, а там нас, это все. Я всегда их спрашивал, почему Турция может это все проводить, почему другие страны, которые описали, умеют защищать свои рынки, а вы здесь передаете непонятно кому. Понятно кому, понятно зачем, и какой это чемодан ежемесячный. Конечно. Заканчивая нашу программу, скажу так. Мы подписали ассоциацию. Ни один депутат не прочел даже 56 страниц. Для того, чтобы работать с этими документами, нужно было минимум полтора года. Мы поспешили, людей насмешили. И самое интересное, по моим источникам, мы даже коррумпировали тех еврочиновников, которые контролировали помощь, поступающая от Евросоюза, или, как говорят сейчас, от наших партнеров. Так что коррупция – это болезнь заразная. Заканчивая программу уже на такой вот ноте, я как бы обрадовал наших, что мы не одни в коррупции, да, вот живем, а что и европейцы страдают. Хочу вам сказать спасибо. Вы пояснили. Как никогда вы были откровенны сегодня. Я констатирую. Вы меня заставили. Да, бил сильно. И очень приятно было с вами общаться. Я думаю, что надежда у нас останется благодаря вам и вашим рассуждениям. А выборы покажут, будут они досрочные или они будут через три года. Спасибо вам, что вы пришли на программу. Самое главное, чтобы они были на пользу молдавскому народу. И всем нам. Это будем посмотреть. Это будем добиваться. Будем добиваться. До свидания, дорогие друзья. У нас в гостях был уважаемый человек Виктор Степанек. Смотрите всегда нашу программу. Она интересная. И гости у нас интересные. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин